Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Кравченко, я преподаватель испанского языка и автор канала «Испанский в шлёпках», надеюсь, на который вы уже подписаны. В этом видеоуроке мы разберём повелительное наклонение. Напоминаю, что на моём канале уже выложено видео, которые, ссылочки, появятся сейчас сверху, которые рассказывают о повелительном наклонении на ты, ту и повелительном наклонении на устет, на вы, уважительная форма. Напоминаю, что в русском языке у нас есть всего лишь несколько форм повелительного наклонения. Дай – дайте, на ты и на вы. Подойди – подойдите. Узнай – узнайте. В отличие от русского языка, в испанском языке повелительного наклонения форм целых 10. Смотрите, на я у нас нету, зато у нас есть на ты, на устет, на nosotros, на vosotros, а также на ustedes. Это только императиво, афирмативо, а также то же самое на ты, на устет, на nosotros, на vosotros и на ustedes – повелительное наклонение отрицательной формы. Императиво – негативо. В этом видео мы разберём оставшиеся формы повелительного наклонения. Ещё раз напоминаю, что на моём канале вы можете найти повелительное наклонение на ты – дай, принеси, узнай, найди, купи, а также видео касательно повелительного наклонения на устет. Подойдите, узнайте, расскажите, купите и так далее. В этом видео в конце я также разберу, как же ставить повелительное наклонение в утвердительных и отрицательных формах, если глагол возвратный. Например, помойся, помойтесь, смотрись, смотритесь и так далее. Итак, если мы уже знаем, как повелевать на ты, сделай, найди, уйди и на устет, сделайте, найдите, подойдите, то переходим на форму nosotros. Что же такого особенного есть в форме nosotros? Особенностью данной формы является тот факт, что в русском языке мы практически её не употребляем. То есть аналогом nosotros формы повелительного наклонения в испанском будет давайте пойдём, давайте сделаем или некоторое понукание. Например, давайте-ка сделаем, пойдёмте-ка прогуляемся, прочитаем-ка, давайте узнаем или узнаем-ка, что звучит достаточно странно в русском языке, но в испанском языке это вполне имеющее право на существование формы. Разберёмся, как же употреблять повелительное наклонение на nosotros. Итак, разберём по порядку сначала глаголы правильные и затем глаголы отклоняющиеся. Итак, для правильных глаголов что нам необходимо сделать? Нам необходимо взять инфинитив, например, trabajar, поставить форму nosotros, trabajamos и заменить окончание amos на emos. А для глаголов второго и третьего спряжения, там, где окончание emos и imos в настоящем времени, поставить форму amos. Условно мы меняем окончание так называемого противоположного спряжения. Amos на emos, emos imos на amos. Это лишь моя придумка по поводу противоположного спряжения, но вы уже с ней знакомы, если смотрели мои предыдущие видео повелительное наклонение на ты и на usted. Итак, давайте посмотрим, как же это будет происходить на деле. Давайте-ка поработаем. Трабахар. Мы работаем. Трабахамос. Убираем окончание amos и заменяем его на emos. Давайте-ка поработаем. Трабахемос. Берем глагол второго спряжения. Комер. Комер в настоящем времени мы едим. Nosotros comemos. Давайте-ка покушаем. Всех приглашаем к столу. Комамос. И глагол третьего спряжения. Например, возьмем vivir или escribir. Nosotros vivimos. Nosotros escribimos. Убираем окончание imos и добавляем окончание amos. Vivamos. Поживем-ка мы здесь в Испании некоторое время. О, escribamos. Давайте-ка напишем письмо нашим друзьям, нашим родителям, etc. С правильными глаголами достаточно понятно и просто. Что же нам делать с отклоняющимися глаголами и неправильными? Напоминаю, что есть шесть списков отклоняющихся глаголов в настоящем времени. Если кому-то необходим этот список, напишите мне, пожалуйста, в телеграм или имейл. Ссылка в описании. И я вам вышлю бесплатно этот список отклоняющихся глаголов. Там много, около 120 глаголов, которые отклоняются в настоящем времени, имеют некие распадения в виде дифтонга или изменения в первой форме. Например, yo conosco, conduzco или, например, me a question on a way и так далее. Так вот, существует шесть списков отклоняющихся глаголов, и мы пройдемся по всем этим шести спискам, чтобы вам было проще ориентироваться в форме повелительного наклонения на nosotros. Смотрите, первый список отклоняющихся глаголов. Там, где o меняется на ue. Напоминаю, по правилам споряжения настоящего времени у нас изменяющиеся формы имеются в первом, втором, третьем лице единственного числа и в третьем лице множественного числа. Например, yo almuerzo, almuerzas, almuerza. И уже в форме nosotros и vosotros ничего не изменяется. Мы говорим almuerzamos, almuerzais, almuerzan. Так вот, правило сапога также действует для формы nosotros. То есть у нас не будет в форме nosotros almuerzamos, almuercemos. Нет. Значит, у нас не сохраняется это распадение. Давайте-ка пообедаем или перекусим. Будет almuerzamos, убираем amos в настоящем времени и добавляем окончание противоположного споряжения. Almuerzamos. Здесь все просто. С глаголами dormir и morir не все так просто, хотя они относятся тоже к первому списку отклоняющихся глаголов. Смотрите. Dormir будет dormimos в настоящем времени, но по какой-то причине в повелительном наклонении на vosotros форма будет с изменением корневой гласной. Однако там не будет дифтонга, однако изменение будет все же сохраняться. И будет paspinka durmamos. То же самое muramos. Давайте-ка умрем. Очень странная форма. Зачем нам всем тут умирать? Но, в общем, в грамматике она существует. Идем дальше. Второй список отклоняющихся глаголов. Там, где e меняется на i-e. Также он у нас в nosotros bosotros по правилу сапога. Что за правило сапога, вы можете узнать по ссылочке, которая сверху, там, где я объясняю про настоящее время. Видео называется «Настоящее время» в испанском языке. El presente simple. Можете перейти и ознакомиться, что же такое правило сапога. Но вкратце объясню, что это не сохранение дифтонга или распадение корневой гласной в форме nosotros и bosotros. Так вот, вернемся ко второму списку. Если у нас e распадается на i-e, то также дифтонг не сохраняется. Например, Так вот, или что-то типа этого не будет. Будет Напоминаю, что если мы заменяем окончание amos на emos, то сета у нас не сохраняется. Это фонетический момент. И поэтому сету нужно поменять или седу, она по-другому еще так называется, на букву c. Третья буква алфавита. То есть, Давайте-ка начинать или Начинаем-ка что-то типа этого в переводе на русский язык. Это будет empecemos. Comencemos. Etc. Переходим к третьему списку. Третий список. Там, где e меняется на i. Например, pedir, pido, pides, pide, pedimos, pedis, piden. Несмотря на то, что в настоящем времени при споряжении буква i не сохраняется, вот как раз таки в повелительном наклонении на nosotros, так как это не дифтонгизация, не распадение гласное, вот это i сохраняется. То есть, nosotros pedimos, но давайте-ка попросим, будет pidamos, pidamos. Все же отражается некое изменение вот этого третьего списка отклоняющиеся глаголы в настоящем времени. Хоть здесь и не дифтонг, однако в форме non nosotros. Давайте-ка попросим, pedamos, оно сохраняется. Идем дальше. Четвертый список. Это там, где во время споряжения в первом лице появляется буква he, ago, salgo, oigo, etc. Так вот, эта форма, основа первого лица единственного числа настоящего времени остается и в форме nosotros. То есть, вместо того, чтобы говорить asamos от глагола hacer, мы ставим глагол в первое лицо единственного числа настоящего времени, убираем окончание или оставляем только основу и добавляем окончание так называемого противоположного споряжения. Для amos будет emos, для emos imos будет amos. Так вот, давайте-ка это сделаем. Будет hagamos, пойдем-ка выйдем, salgamos, например, давайте выйдем вовремя. Salgamos hoy a tiempo del trabajo. Давайте сегодня выйдем вовремя с работы. Далее, пятый список отклоняющихся глаголов. Это тот список, в котором в первой форме, в первом лице единственного числа появляется окончание ск. Это глаголы насер и усир. Например, конусер, кондусир, etc. Так вот, также мы берем первое лицо единственного числа настоящего времени, форму, например, конусер, йо коноско. При дальнейшем споряжении ничего изменяться не будет. Но мы берем эту первую форму. Так вот, конусер, убираем окончание о в первом лице, коноско, у нас будет коноск, и так как конусер второго споряжения, то, соответственно, мы берем окончание первого споряжения. познакомимся с кем-то или познакомимся, например, с городом. Коноскамус Барцелона о коноскамус а Педро. Давайте все, например, коллектив, познакомимся с Педро. Коноскамус а Педро. Например, ос, это а vosotros, os presento a Pedro. Коноскамус а Педро, vale? Nosotros. Хорошо. И шестой список отклоняющихся глаголов, это там, где в окончании мы имеем буквы у и эре. Например, уир, например, конструир, дэштруир, уир, эцетера. Так вот, при споряжении данного списка у нас будет такое отклонение. У нас слишком много подряд гласных, поэтому для того, чтобы не было три гласных подряд, и превращается в игре. Например, конструир будет не констру-и-о, а констру-и-о, констру-и-ес и так далее. Так вот, если мы говорим о шестом списке, где у нас во время споряжения появляется игре-его, констру-и-о, констру-и-ес, констру-и-е, у-и-о, у-и-ес, у-и-е, констру-и-е, строить, у-и-р, убегать, избегать каких-то обстоятельств, так вот, игре-его в форме на носо-тро остается. Мы говорим констру-и-р, значит, это третье споряжение, мы говорим констру-и-ямо-с, сохраняя игре-его, как вы видите сейчас на экране. Мы закончили с шестью списками отклоняющихся глаголов. Напоминаю, что в испанском языке есть небольшое количество глаголов, которые я называю неправильными. Почему? Потому что в настоящем времени при споряжении у них прям все не так. К ним относятся те глаголы, которые при споряжении показывают, ну, вот, полную околесицу. То есть, глагол шер, шой, эр, эс, эс, спрашивается, откуда взялись такие формы. Ну, вот, глагол короткий, он спрягается в индивидуальном порядке. То есть, можно назвать глаголы индивидуального споряжения или глаголы неправильные. Я называю глаголы неправильные. Давайте посмотрим, как же у нас меняются формы в nosotros следующих глаголов. СЕР, ЭСТАР, ИР, БЕР, ДАР, САВЕР и КАВЕР. СЕР. Давайте будем, например, лояльными кому-то. СЕАМОС. ИР, БАЯМОС. ЭСТАР. Ну, здесь все просто. ЭСТЕМОС. Дальше. ДАР. ДЕМОС. Может быть, он относится к какому-то списку, но все же я приведу его в качестве примера. ДЕМОС. Потому что он очень коротенький, чтобы вы уже не путались. БЕР. Увидим-ка. БЕАМОС. Не просто БАМОС. Нет. БЕАМОС. Мы сохраняем одну корневую гласную и не убираем полностью окончание. Итак, остались еще два. САВЕР и КАВЕР. САВЕР. СЕ ПАМОС. Узнаем-ка. И КАВЕР. Вот тоже у него уникальная форма. Это КЕПАМОС. С ПОВЕЛИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ. УТВЕРДИТЕЛЬНЫМ ФОРМАМИ НА НОСОТРОС мы закончили. Переходим к форме УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ БОСОТРОС. Слава Богу, здесь все очень просто. Что необходимо сделать, если глагол у нас правильный, неправильный, для того, чтобы поставить в ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ НА БОСОТРОС вообще элементарно. Вы убираете букву Р и добавляете букву Д. Это все. ЭСТУДЬЯР ЭСТУДЬЯТ ТРАБАХАР ТРАБАХАТ БОСОТРОС, например. ЭСТУДЬЯР ЭСТУДЬЯТ еще раз. ТРАБАХАР ТРАБАХАТ КОМЕР КОМЕТ Даже ИР коротенькие все будут вообще без исключения. ИР ИД ВОСОТРОС ИД Или, например, САВЕР САВЕД КОНОЦЕР КОНОЦЕД ЭТСЕТЕРА 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 КАНАВАКА ДЕЛА КРУЗ САВЕДКЕЛО ПРИМЕРО КЕЛУМИГАРА ВУЕСТРОС АДМИРАДОС ОЧОС СИ ЭСТАЙ СЕГУРОС ДЕ АЛГО ХАСЕДЛО Здесь изменений, слава богу, нет. По крайней мере, здесь все просто запоминать. Если вы обращаетесь к группе людей, не то, что неуважительно, ну, просто группа людей, вам, знакомых, или это дети, или это ваши друзья, то вы им говорите, например, проходите, проходите. ПАСАР НАБУ СОТРОС БУДИТ ПАСАД Вот и все. ПАСАД По поводу многих глаголов, которые возвратные, например, САДИТЕСЬ, УХОДИТЕ, я расскажу в конце видео, когда буду рассказывать про возвратные и утвердительные, и отрицательные формы одновременно. Теперь мы переходим к форме оставшейся единственной УСТЕДЕС. УСТЕДЕС – ПОВЕЛИТЕНО НАКЛОНЕНИЕ ИМПЕРАТИВО АФИРМАТИВО утвердительной формы. С УСТЕДЕС также все просто. Если вы смотрели видео на моем канале, которое называется ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НА УСТЕДЕ, так вот, НА УСТЕДЕС – УВАЖИТЕЛЬНАЯ ФОРМА НА ВЫ, ЭТА ФОРМА ФОРМИРУЕТСЯ, ЭТА ФОРМА ФОРМИРУЕТСЯ, ЭТА ФОРМА, ЭТА ФОРМА ВОЗНИКАЕТ, КОГДА ВЫ СФОРМИРОВАЛИ ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НА УСТЕДЕ, И ПРОСТО ДОБАВЛЯЕТЕ Н. ПОВТОРЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ НЕ БУДУ, однако приведу некоторые примеры. Смотрите. АСЕР – первое лицо единственного числа настоящего времени. АГ мы берем основу, напоминаю, окончание противоположного споряжения. АГА и УСТЕДЕС будет АГАН. Добавляйте просто Н. САЛИР – САЛЬГА на УСТЕДЕС – САЛЬГАН. КОНОСЕР – КОНОСКО, КОНОСКА на УСТЕД – КОНОСКАН. Правильные глаголы. Это были неправильные, сейчас несколько примеров правильных. ТРАБАХАР – ТРАБАХЕ – ТРАБАХЕН. КОМЕР – КОМА, если КОМЕР. КОМА – КОМАН – БИВИР. БИВА – БИВАН. САВЕР – первая форма СЕ, но мы берем первую форму из, ну, в общем, не знаю, уникальную форму, ниоткуда мы ее не берем. Это будет СЕП – СЕПА, НА УСТЕД – СЕПАН, ЭТЦЕР, ЭТЦЕР. Таким образом, мы завершили полностью повелительное наклонение АФИРМАТИВО. Теперь мы берем повелительное наклонение ИМПЕРАТИВО НЕГАТИВО. Напоминаю, что здесь есть формы, опять же, на Я нету, потому что Я мы приказываем как бы ТЕБЕ, то есть мы СЕБЕ говорим ТЫ встань, сделай и так далее. Так вот, там есть НА ТЫ, НА УСТЕД, НА НОСОТРОС, НА БОСОТРОС и НА УСТЕДЕС. Что же здесь? Здесь есть маленький лайфхак. Смотрите, для того, чтобы поставить повелительное наклонение в ИМПЕРАТИВО, НЕГАТИВО формы, для того, чтобы узнать, мы берем первое лицо, единственное число настоящего времени, глагол ли это правильный, глагол ли это неправильный, здесь уже не важно. Ну, то есть, по сути, важно, вам нужно разбираться в правильных, неправильных глаголах, но это вы можете узнать, посмотрев видео, опять же, в настоящее время в испанском языке на моем канале. Так вот, для того, чтобы поставить форму отрицательную, мы берем первое лицо, единственное число настоящего времени, форму Я, обрезаем окончание, что угодно, например, TRABAHAR, YO TRABAJO, TRABAJO основа, будет или COMER COM, YO COMO COM, BEVIR BIV, для правильных глаголов это просто, вы убираете окончание, остается основа. Для неправильных глаголов вы берете первое лицо, единственное число настоящего времени, я думаю, что вы уже запомнили, то есть форма YO, убираем окончание, и, например, EMPIEZO будет EMPIEZ, SALIR будет SALGO, SALG, или что-то типа CONDUSIR, CONDUSK, и мы полностью с вот этой формы спрягаем, используя полностью окончание противоположного спряжения, но надо здесь быть внимательным. Для первого спряжения подходит окончание второго, а для второго третьего полностью окончание первого в настоящем времени. Смотрите, на деле я вам сейчас на примере покажу. Берем правильный глагол, например, глагол TRABAJAR. ENTONCES, сначала мы ставим частицу НЕ, НО по-испански, первую форму, имея в виду Я, мы не используем, и на экране вы сейчас увидите. ENTONCES, смотрите, окончание для TRABAJAR, первого спряжения, будут второго спряжения, полностью, вся парадигма. Парадигма – это совокупность всех окончаний. Смотрите, NO TRABAJES, NO TRABAJE, NO TRABAJEMOS, NO TRABAJES, NO TRABAJEN. Здесь вы также можете заметить, что формы с утвердительной, формы IMPERATIVO, AFFIRMATIVO совпадают в USTED, USTEDES и даже NOSOTROS. Далее идем, второе спряжение. COMER – основа COM. Глагол правильный, можем просто основу инфинитива или основу первого лица, единственного числа в настоящее время. COMER – COM. NO COMAS – окончание первого спряжения, так как это второе, COMER. Возьмем третье спряжение, ну давайте уже не BEVIR, а ESCRIBIR. Не пиши, не пишите, мы не будем писать, вы не пишите, и USTEDES не пишите. Смотрите, ESCRIBIR. ESCRIB – глагол правильный, берем окончание, либо из основы, либо из инфинитива, либо из первого лица, здесь неважно. В общем, ESCRIB. NO – вязательная частица NO. NO ESCRIBAS, NO ESCRIBA, NO ESCRIBAMOS, NO ESCRIBAYS, NO ESCRIBAN. И теперь возьмем некоторые примеры глаголов отклоняющихся. Смотрите, EMPEZAR. YO EMPEZO – значит, основа будет EMPEZ. NO EMPEZAR – первое споряжение. NO EMPEZES – напоминаю, что СЭТа надо поменять на СЭ, почему я уже объясняла в этом видео. NO EMPEZES – ой, не начинайте. NO EMPEZES – УСТЭТ, вы не начинайте. NO EMPEZES – так как EMPEZAR был, да, первое споряжение, берем окончание противоположное. NO EMPEZES – NO EMPEZEMOS – напоминаю, что распадения не будет. Даже если в основе было распадение, то, напоминаю, по правилу сапога, по правилу сапога, а оно сюда применимо, мы убираем дифтонг и остается NO EMPEZEMOS – NO EMPEZES – так как NO SOTROS – БО SOTROS – выпадает из этих всех распадений по правилу сапога, поэтому будет ой, не будем начинать, давайте не начинай. NO EMPEZEMOS – NO EMPEZES – и возвращается распадение по правилу сапога. NO EMPEZEN – vale. Далее, возьмем список там, где он, уэ. ALMORZAR – значит, NO ALMUERCEZ – NO ALMUERCE – NO ALMORCEMOS – NO ALMORCEIS – NO ALMUERCEM – ENA I – PIDO – значит, основа PID. NO PIDAS – NO PIDA, NO PIDAMOS – NO PIDAIS – NO PIDAN. Напоминаю, что и как в форме NOSOTROS, когда я вам объясняла IMPERATIVO – AFFERMATIVO, ENA I – поменялось, и оно остается. NO PIDAMOS – NO PIDAIS – NO PIDAN. Сейчас вы это видите на экране. Далее. Там, где появляется в первом лице HE – AGO. Смотрите, HACER – второе распоряжение. Значит, берем окачание первого распоряжения. NO AGAS – NO AGAMOS – NO AGÁMOS – NO AGÁIS – NO AGÁN – SALIR. NO SALGAS – NO SALGA – NO SALGAMOS – NO SALGÁIS – NO SALGAN. Что-нибудь еще? OIR. NO OIGAS – NO OIGA – так как в первом лице OIGO – там, мы взяли это OIGO. NO OIGAS – NO OIGA – NO OIGAMOS – NO OIGAIS – NO OIGAN – там, где в первом лице FK. Давайте TRADUCIR. NO TRADUCAS – NO TRADUCAS – NO TRADUCAMOS – напоминаю TRADUCIR третье распоряжение, значит, окончанием берем полностью вся парадигма первого. NO TRADUCAMOS – NO TRADUCAS – NO TRADUCAN – и последнее CONSTRUIR – NO CONSTRUIR – CONSTRUIR третьего, значит, взяли по типу первого распоряжения, там, где везде A. NO CONSTRUYAS – NO CONSTRUYA – NO CONSTRUYAMOS – NO CONSTRUYAS – NO CONSTRUYAN – теперь возьмем глагол индивидуальное распоряжение или, как я их назваю, неправильное, для того, чтобы вы для простоты визуально это оценили, запомнили, переписали в тетрадочку, выучили, чтобы нигде там в справочниках не копаться. Давайте возьмем глагол SER. OK. NO SEAS, NO SEAS ASI, не будь таким. NO SEAS, NO SEA, NO SEAMOS, NO SEAIS, NO SEAN, IR. NO BAIAS, NO BAIYA, NO BAIYA, NO BAIYAIS, NO BAIYA, NO BAIYA, а взял окончание второго. Противоположному, условно я так называю. Но, и давайте еще раз. NO ESTES, NO ESTÉ, NO ESTEMOS, NO ESTÉIS, NO ESTÉN. Ну, и по традиции VER, DAR, SABER, CABER. OK. NO DES, NO DE, NO DEMOS, NO DEIS, NO DEN, VER. NO BAIYAIS, не увить, как бы, потому что не смотри, это NO MIRES, это немножко другое разница между этими глаголами, она очевидна. МИРАР, это смотреть, куда-то VER, это видеть. короче. Вернемся. NO BEAS, NO BEAN, NO BEAMOS, NO BEAIS, и NO BEAN, теперь SABER. Здесь основа будет SEP, мы уже встречались с этой основой. NO SEPAS, не узнавай, не знай, NO SEPAS, NO SEPA, NO SEPAMOS, NO SEPAIS, NO SEPAN, и CABER, вмещаться. Так вот, CABER, NO, CABER, второе спряжение, значит, NO KEPAS, NO KEPAMOS, NO KEPAIS, NO KEPAN. Настоятельно рекомендую вам заучить эти формы наизусть законспектировать. И обязательно просмотреть мои видео повелительное наклонение на ты и на улштетт. Почему? Потому что, когда мы дойдем до субхунтива, темы вот такущей окончания и эти формы вам очень понадобятся для того, чтобы знать, как ставить в presente все имеющиеся в наличии формы. Будет очень просто. В принципе, неважно, с чего начинать, изучая субхунтив или повелительное наклонение, потому что там перекликаются формы, но раз уж мы берем первым повелительное наклонение, то, пожалуйста, изучите это в деталях. Вроде все изложим. Внимание! Теперь глаголы возвратные. Напоминаю, что глаголы возвратные могут быть как правильными, так и неправильными, despertarse, например, lavarse me lavo, a despertarse me despierto, n-i-e, или, например, me acquesto, ложусь спать, да, это будет o-n-u-e. Так вот, повелительное наклонение, давайте возьмем снова imperativo afermativo. Значит, в повелительном наклонении imperativo afermativo утвердительные формы все частицы будут ставиться в конце. Какие же частицы чему соответствуют? На ты будет частица te и пишется в конце слитно. Для устед будет se, для устед также se, для nosotros nos, для vosotros os. Сейчас посмотрим на деле, как это будет. Например, на ты lavarse lavate и слитно будет писаться. Дальше помойтесь на usted lavese уже откуда берутся формы lavate, почему a, почему lavese уже не буду сейчас объяснять, потому что к этому моменту вы должны это уже знать. однако сейчас обращаю внимание на возвратные местоимения. Так вот, для формы ты на ты будет lavate помойся ты помойтесь lavese интересный момент для nosotros чтобы два раза не повторять mos nos там hemos nos или amos nos у формы окончания amos либо hemos es съедается и мы давайте помоемся lavarse первое споряжение будет lavemo nos она как бы съедается чтобы дважды не говорить mos nos lavemonos не все так просто с формой vosotros vosotros вот это возвратная частица возвратное местоимение os она съест даже de смотрите lavaos или садитесь sentaos но вернемся к lavarse и naustedes будет lavense lavense первое споряжение будет форма laven naustedes и se будет добавляться частица потому что она принадлежит третьему лицу единственное умноженное число поэтому еще раз lavate lavese nosotros lavemo es убираем nos lavemonos lavaos и lavense vale дальше если у нас есть распадение все идет по законам которые я уже объяснила давайте возьмем acostarse чисто для примера уже без объяснения acuestate acuestese acoste acostarse при распоряжении значит acostémonos дальше vosotros acostaos и acuestense далее возьмем например centarsus распадением на иe здесь просто примеры чтобы вы видели куда лепятся эти частицы уже невзирая на то правильное неправильное отклонение спряжение и все остальное это вы уже теоретически знаете должны разбираться просмотрите видео еще разочек и точно поймете или два разочка или три разочка потому что вроде не сложно но информации очень много поэтому siéntate siéntese sentémonos sentaos todos por favor так говорила моя учительница по испанскому языку в школе да я еще в школе изучала с пятого класса по одиннадцатый испанский язык и потом в университете лингвистическом Минске я уже говорила что там училась так вот sentaos todos por favor и siéntense если sentaos первое сопряжение значит siéntense все пишется слитно и в конце и обратите пожалуйста внимание и вы должны были уже проследить эту тенденцию что ударение у нас не смещается но появляется еще один слог поэтому мы ставим графический символ ударения теперь повелительное наклонение отрицательные формы смотрите возьмем тот же самый lavarse lavarse будет значит а прослеживается которое в первом сопряжении меняется на и entonces no te laves no se lave частицы ставятся или возвратное местоимение перед но между но и самой формой глагола поэтому не лепите в отрицательном повелительном наклонении частицы в конце только в конце не лепится в повелительном наклонении утвердительных форм так вот давайте сначала entonces помните да что если первое споряжение меняется полностью окончание на парадигму второго споряжения или например sentarse давайте возьмем тот же самый sentarse значит на и первое споряжение значит будет прослеживаться окончание второго не садите здесь ну что ж я надеюсь что мы поняли эту сложнейшую тему подписывайтесь на канал испанский в шлепках и скоро будет пятое видео цикла тысяча плюс слов испанского языка ожидаем не забываем ставить лайки подписываться на youtube каналчик писать много комментариев с большим количеством слов os mandо я вам посылаю mucho amor de mi parte и mañana más и mejor un besо para todos adиос nos vemos